Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Crossroads Inn. Мы наконец-таки избавились от Ровина и его налогов, к сожалению, Мартин также нас покинул, и вот теперь нам, видимо, предстоит разговор с бароном, давайте это и сделаем, посмотрим, что он нам скажет, и что нам вообще предстоит дальше, интересно узнать. Милорд, друг мой, я только что узнал о случившемся, мне так жаль, это потеря для вас и для всего королевства. История знала множество отважных и благородных людей, но Мартин был среди лучших из них. Если я могу для вас что-нибудь сделать, я вообще не понимаю, как это могло случиться, кто мог напасть на Мартина? Последние месяцы вы нажили множество врагов, милорд, таков мир политики. Вести эту игру опасно, в ней действуют внезапно и без сожалений, вот почему короли живут в замках, укрывшись за толстыми каменными стенами. Как я могу быть в безопасности, если есть люди, которые желают моей смерти? Милорд, поверьте, всегда будут люди, которые мечтают вас убить, ведь наследник престола. Но когда вы станете королем, у вас будет замок стража целой армии, и я ваш покорный слуга и помощник, и поверьте, долгие годы опыта сделали меня могущественным союзником. Это все моя вина? Разумеется, нет, вас затянули в этот водоворот, но вы показали себя умелым и сильным игроком. Благородный Мартин не просто умер, он отдал свою жизнь ради вас, королевства и той цели, которую он столь преданно преследовал до самого конца. Уверен, что он погиб ни о чем не сожалея, милорд, и знаешь, что он сделал все, что было в его силах. Знаешь, теперь вы в безопасности наконец заявите о своих правах на трон. Ясно, я просто должен обо всем этом подумать, вы не против, барон? Никак нет, милорд, сейчас нужно думать о похоронах Мартина, он заслуживает, чтобы его помнили героем. У меня есть предложение, если позвольте, давайте сделаем эту прощальную церемонию величайшим из всех, что видел мир. Я созову дворян со всей страны, представителей крупнейших организаций, старых соратников Мартина. Когда они соберутся, я произнесу речь о благородном Мартине и объявлю о ваших притязаниях на трон. Хорошо, но подготовка к такой грандиозной церемонии. Так, портрет Мартина, могила Мартина, 10 тысяч нам еще дали. О, неплохо, кстати говоря. Вот, милорд, возьмите эту горстку гульденов, это должно помочь вам подготовить таверну, угощения и напитки, как того заслуживает Мартин. Я сделаю все, что в моих силах, барон. Так, ну что ж, ладненько, давайте посмотрим, что у нас в итоге есть. Опять к нам вояки бегут доедрить, вроде бы только перестали бегать опять. Ну, ладно, пускай бегают, хрен вы с ними. О, давай, пес. О, а пес и гоняет тоже. Ну-ка. Так, ну пока не особо, вроде, гоняет. Ну да ладно. Че, опять с дровами пришли, да? Такие, так, ммм, дровница, что же здесь можно взять, интересно. Ага, не особо, вроде, ничего, да? Пошли украсть мои заразопродукты, я понимаю. Так, товарищи охранники, давайте какое-то самое там, выходите из своих заковулков, а то все там столпились и давайте наваливаетесь. Негодяи, мы забирайте у них то, что они пытаются забрать у нас. Он компост взял? Он реально взял кучу компоста. Каков молодец. Кстати, нам, наверное, нужно побольше охранников еще нанять, я думаю, у нас что-то их вроде не особо много. Хотя, с другой стороны, не особо-то мало-то тоже получается. Так, сколько у нас их? А, ну вообще-то, знаете ли, как бы вот раз, два, три, четыре. Ммм, да, и каждый из них занят чем-то. Барон теперь тоже, в смысле, барон тоже у нас теперь работает? Так, я не понял, у нас барон типа вместо Марса теперь? Ну ладно, давай официант тогда. Так, начнение, уборка, кухня, трактирщик. Сплетни, ну так себе сделаем. Окей, ладно. Реально, похоже, барон теперь работает. Интересно, как это барон работать официантом? Ну, пускай занимается, я только за, как бы. О, уработал, молодец. Так, ушатали, все. Не хрен у нас забирает всякое наше добро, поняли? Это все наше. Но, так или иначе, я, наверное, ему еще все-таки одного товарища, если такие здесь есть. Кто желает поработать у меня. Громила, две штучки. Так, это у нас глупый сплетник, законопослушный громила и... А, ну вот давайте, нам такой подходит. Нам такой подходит, замечательно. Угу. Так, плюс один на нашу конторку. Замечательно, то, что нам сами нужно. Итак, что у нас там по заданиям сейчас? Есть прощение с другом. Выбрать место упокоения для Мартина, повесить в таверне портрет Мартина. Ну, давайте, давайте это сделаем сейчас. Это, в общем-то, запросто. Так, у нас портрет, получается, где-то здесь должен был появиться. Да, я так понимаю. Портретик. Во. Тысячу, нифига себе, стоит. Ну, ладно. Как бы нам дали денег. Ну, давайте вот здесь, где он любил работать за барной стойкой, вот тут повесим. Так, портрет Мартина есть. Теперь место упокоения. А где у нас могила? Должна быть какая-то здесь, наверное, да? Давайте. Во. Сколько, сколько? Пять тысяч. Могила Мартина. Ну, на заднем дворе, наверное, где-то прямо перед таверной вот здесь можно поставить, я думаю, да? Как памятник будет прям. Во-во-во-во. Видите, пока пускай стоит. Если что, можно переставить, конечно, будет, но в любом случае. Все, готово. Принять соболезнования. Так, ну давайте. Вот такой вот памятник будет у него. Прикольный, кстати говоря, памятник. Так, ну что ж. Ну что ж. К нам вот тут гости. Кстати, опять еще один бард, видимо, да? Который у нас уже не помещается. У меня просто бардов некуда местить сейчас. Ну, вот тут комната, я думаю, можно разбирать. Это огромная. Хотя хренов знает, что там дальше по квестам будет. Но я сомневаюсь, что такая нужна будет. В любом случае, ее можно будет всегда продлить вот сюда. Если что, сделать здесь. Побольше тут расширить тоже. Кстати, а мы же, получается, сами и здесь избавились, да? Угу. Барон у нас... А, все, барон, получается, да. Он реально убирается, смотрите. Он реально прибирается здесь. Ну все, мы это с вами комнату убираем. Сделаем здесь либо... Я вот думаю, либо комнату для персонала сделать, либо, может быть, побольше игровой зал сам сделать. И еще один столик поставить. Как вариант, почему нет, да? В принципе, я думаю, можно и так поступить. Кстати, наш товарищ Шулер работает, когда здесь больше двух человек сидят за столом. Тогда он, собственно, приходит, начинает там уже командовать парадом, так сказать, и получаем с этого деньги. Мы, мне кажется, должны кому-то еще денег. Я не помню только кому. Сейчас давайте посмотрим в банках. Пробежим все быстренько. Всего лишь три. Так, здесь не надо. По-моему, значит, это, наверное, основному нашему, где мы обычно берем, Йорвальдскому, да? Угу. Сколько это было? 13 тысяч должны. Up to day. Ну, повременим как бы, повременим. У нас еще время есть, чтобы отдать. Здесь, да, слишком уж много места это все занимает. Я думаю, мы с вами сейчас все это сбагрим тогда. Можно оставить комнатушку еще для ведета одной, например, когда-нибудь вдруг придет к нам. Красотка, почему бы нет? Мы так-то можем сюда еще продлить так же, вообще-то, строительство у нас. Здесь еще куча комнат получится, на самом деле. Во-во-во-во. Это хорошо, что здесь место у нас с вами появилось. Тоже замечательно. О-о-о, кажется, пернатый к нам пришел. Ну, давайте послушаем. Так, нет, мне не клетка нужна. Мне не клетка, мне нужен пернатый. Так, проходи дальше, чтобы на тебя не нажать никак. Вот. Трактирщик. Я прибыл как быстро, как только смог. Я не могу поверить, что Мартин мертв. Как это произошло? Он погиб в смерти героя, и его всегда будут помнить. Ха, надо было его оценить, пока он был жив. Он был великим человеком. О небеса, мне нужно выпить. Пожалуйста, не сейчас. Мы поговорим чуть позже. Так, ладно, пернатый, проходи. Но, вроде пока, все выпивка и еда у нас есть. Опять эти, блин, приперлись к нам. Да и просто целыми толпами к нам ходят. Так вот, все-таки мы с вами, давайте, я думаю, здесь разберем все это дело. Все это добро. Как бы, деньги нам вернут за это. Поэтому они не пропадут, скажем так, даром, да? Если надо будет, то мы с вами там уже заново все это дело закупим. Комнатку подготовим какую-нибудь. Но пока нам и деньги нужны будут. Да и такая огромная комната, я думаю, действительно ни к чему. Хотя, как бы, так сказать, размер влияет здесь. Но мы, как бы, обойдемся и без этого, я уверен. Так. Все, вот так вот получается. Нам с вами нужно здесь все убирать. Я думаю, реально сейчас все это уберем, тогда лишнее пока что. А там посмотрим. Там посмотрим, какие еще комнаты можно будет сделать. Ну, целиком убирать не будем. Вот так вот оставим. Здесь одну маленькую комнатушку еще дополнительную сделаем. Может, для варды, да, для варды, или для кого-нибудь. Пока что так. А вот здесь сейчас я коридорчик тоже протащу. Так, давай в эту сторону. Да не так же. Да не то ты делаешь. Вот так вот. Значит, так личная комната у нас с вами вот здесь тоже получается. Вот. И коридор. Вот сюда. Во, все. И здесь можно как раз дверь оставить. И сюда тоже дверьку давайте сделаем. Все, окошечко здесь есть. Тут еще тоже давайте добавим пока одну. Вот таким вот образом. Все, здесь тоже два окна есть. Хорошо. Надо будет что-нибудь снизу тоже придумать, как-нибудь там расшириться. Может, зал побольше сам по себе сделать, чтобы еще больше гостей к нам приходило. И все вот это вот. Но это сделаем. Пока здесь просто комната будет. Кто у нас вообще сейчас есть? Кто хочет стоять в комнату, давайте посмотрим. Мне бы, наверное, барда еще одну возьмем. Вот, да, да, вот этого барда. Он прикольно играет. Мне нравится, как он наступает. Может, я сейчас послушать будет, в принципе, его. Давайте, давайте. Иди, иди с играй нам. Иди с играй нам. Чтобы, так сказать, развеять повсеместную грусть. Во, во, во. Кайф. Все, пошло дело. Так, а что, у нас здесь игроки-то есть? Не, не особо много игроков пока что у нас, на самом деле. Но, может быть, потом будет побольше. В любом случае, в любом случае, вот, к нам еще люди приходят. Давайте. Это у нас Ганес, по-моему, да? Да, Мейлин. Трактирщик, до меня дошли известия о том, что произошло. Мои соболезнования нельзя выразить словами. Благодарю. Я не могу поверить, что Мартина больше нет. У моего народа есть поговорка. Если при жизни ты забрался на три величайшие горы, то после этого можешь покоиться с миром. И что это за горы? Восхитительно, только всякие чепухи мне сейчас не хватало. Чувствуйте себя как дома. Поговорим позже. Все верно. Так. Угу. Значит, комната для бар нам с вами нужна, да? Здесь на втором этаже говорить. Окей, сейчас будем делать. Нам, значит, надо кроватку сюда поставить обычную, совершенно. Столик надо поставить. И, по-моему, туалет. Ну, это не туалет. Ночную вот эту вот вазочку, так сказать. Давайте, да, столик. Ночная вазочка. И, ну, давайте какой-нибудь, не знаю, там простенький тоже, опять же. Стульчик поставим. А у нас какие здесь стули стоят? По-моему, такие, да, самые обычные. Вот эти вот, вроде как, да. Окей, пускай они и будут здесь стоять. Так. Все, развернемся сюда к столику. Отлично, комната для барда готова. Давайте сразу здесь все отмениваем. Нет, не пират больше, здесь бард. Бард у нас сейчас будет жить. Ну, и в дальнейшем, конечно же, развлекать наших гостей. Давайте сразу ему сейчас дадим эту комнату. Так, бард. Все, вот тебе комнатушка. Как мы с вами здесь поступим? Ну, да, нам нужно расширяться. Нам нужно расшириться сюда. Так, к нам кто-то пришел еще. Так. Это, по-моему, рыцарь, да? Да, 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 да. Трактирщик. О, как трагична смерть, когда она постигает нас не в полу битвы или не объять их любимой. Примите мои соболезнования. Трактирщик обидняги Мартина. Я могу лишь посвятить свой следующий подвиг. Уверен, Мартин бы это оценил. Я тоже в этом уверен. Насколько я знаю, он был храбрым и благородным. Он был вашим близким другом. Если вы захотите вместе со мной совершить подвиг в его честь, я буду только рад вашей компании. Теперь я хочу выпить память о нем, разумеется. Так, а, ну это он своих друзей, видимо, привел, да, до этих рыцарей. Этих рыцарей. Сколько уж народу, это жесть у нас в таверне, так посмотрите. Вот, и что я хотел? Я хотел здесь тоже расширить. Комнатушку немножко издвинем сюда просто и все. Здесь будет побольше зал у нас с вами еще такой тогда. Но и здесь места появится больше все-таки, да, я думаю, надо будет... Вот от этого сейчас мы с вами избавимся. Здесь у нас никто не живет, я думаю, все-таки, да. Пока тоже продадим все. Нам здесь это добро сейчас не нужно уже. Так, кровать тоже убираем. Что-нибудь с помещением... Только, опять же, беда в том, что все-таки придется, видимо, по-дурацки удалять все. Ага, здесь что-то у нас пока не убирается кровать, ну ладно. Видимо, там, потому что сейчас занято. Давайте посмотрим. Сейчас там подметут, попозже попробуем убрать. Ну, это, получается, опять нам нужно будет, блин, сверху, что ли, все убирать, елки-палки. Ну, посмотрим, ладно. Пока очистим комнату, а там уже видно будет. Так, общая комната у нас, получается, увеличивается в размерах вот сюда. Как раз будет, да, хорошо. Для нее местечко кровати просто принесем. И здесь у нас еще две клетки остаются свободными. Как раз здесь и зал можно расширить, будет чуть-чуть общий. И вот здесь какой-то закуток у нас с вами тоже еще появится. Ну, тут можно, не знаю, рабочих разместить, например, еще что-нибудь такое сделать. Ну, посмотрим. Опять же, не будем сильно спешить, потому что все-таки сюжетка, да, нам что-нибудь там скажут сделать. Наверняка когда-нибудь. Я уверен еще. О, так, еще к нам люди приходят. Калистера, здравствуйте. Давайте с ней поговорим. Витя Оуна, я вижу внутри вас горечь и больно. Я также вижу, что вас ждет большое будущее. Как говорится, где шипы, там и розы. У каждой ночи впереди рассвет. Благодарю вас за эти слова, Калистера. Я, а еще я вижу, что вы подготовили для Мартина прекрасную службу. Я уверен, что он бы это оценил. И ваш отец тоже гордился бы, так как вы чтите память своих союзников. Благодарю, чувствуете себя как дома. Угу, они все, видите, с группами людей тоже приходят. Блин, у нас даже столько места сейчас нету, чтобы всех разместить. Но будем потихонечку застраиваться. Будем потихонечку строить. Сейчас столы поставим тоже новые. Пускай чем 50-60 человек. Нифига себе. Популярный, наверное, однако у нас с вами стал внезапно. Так, во, все достроилось. Замечательно. Ну, вот так получается, да, пока что. Пока что так и оставим, в общем-то. Меня, в принципе, все устраивает дальше. Теперь нам с вами нужно все кровати только переносить потихонечку. Но, опять же, все не получится сразу сделать. Потому что там кое-что где-то занято. Кровать, которая занята, естественно, мы с вами сейчас перенести не сможем никак. Тушкак не круче, как говорится, да? Но, тем не менее. Так, а вот то, что можно, мы с вами сразу перенесем. Давайте аккуратненько сюда. Так, тут пока занято. Тут тоже пока все у нас занято. Смотрю, да? Тоже... О, эта кровать не занята. Но пускай пока стоит здесь, потому что... Тут все равно должна нам белая кроватка по очереди быть. Ну, ладно. Я думаю, сейчас все-таки по очереди нормально справимся. Так, к нам еще люди приходят. Это кто-то тоже в Барт, вроде бы, да? А, нет, это у нас не Барт, это Ганец. Так, здесь можно с кем-то поговорить. Это тоже Ганец. Ганец. Приветствую, трактирщик. Здравствуйте, Ганец. Я глубоко соболезную в вашей утрате. Если это вас утешит, ваш друг был прекрасным трактирщиком и, как следствие, успешным дельцом. А Орманд Вечный благоволит таким людям. Я уверен, что теперь Мартин в лучшем месте. И в золотом дворце Вечного Пламени, где его тело, кости и кровь будут чистым золотом. Очень же описанное место. Благодарю. Где бы ни был Мартин, надеюсь, он наконец-то обретет покой. Уверен, что так и будет. Хотя члены моего ордена делают все, чтобы обрести бессмертие, смерть нас не страшит. Мы смотрим на нее, как на путь в иной мир. Пусть который сам по себе не полезен и бесполезен, но который ведет к новым прекрасным возможностям для деловых людей. Ну, думаю, что Мартин о таком мечтал. Но если ему так будет лучше, то лучше и мне. А теперь чувствовать себя как дома. Мы поговорим позже. Так, ну что ж. Прям реально очень много людей у нас с нами сейчас. О, Элиса пришла. Трактирщик. Я узнал о том, что произошло. Я соболезную в вашей ужасной утрате. Я прибыл так быстро, как смогла, надеюсь, отдать дань уважения вашему другу. Не уверен, что он был бы рад моему присутствию, но он был справедливым и достойным мужчиной. И этому миру нужно больше таких. Это определенно огромная потеря не только для меня, но и для всего Делкриса. Благодарю вас, графиня. В самом деле, но не будем отчаиваться. Почтим вашего друга, радуясь тому, что он жил, а не горюя из-за того, что он умер. По крайней мере, именно так проводят поминки и похороны в Гамбете. Устраивать праздник из-за того, что кто-то умер, самбрия такая самбрия. Слыбка прощается со мной. Прощайтесь со мной, помните мой танец и танцуйте сами, чтобы вспоминать обо мне. Так бы я хотела умереть. Отличный девиз, графиня. Разве звучит непрекрасно? Действительно, тогда наслаждайтесь праздником. Поговорим позже. Так, даже графиня пришла. Ничего себе, смотрите-ка, офигеть. Тут реально прям все стягиваются. Ага, барон уже, видимо, готов, собственно, произнести речь. Но давайте, наверное, тут такая вот коматушка у нас с вами получается. Сейчас кое-что приберу, еще кое-куда, да, как говорится, вот так вот. Ну, а здесь пока пускай спят. Ладно, что ж, не буду их будить тогда. Тут прям даже целые сто собралось у нас игроков. Ничего себе, вы только посмотрите на это, балдеж какой. Ну, а мы с вами, мне кажется, даже можем отдать долг банку, в общем-то. У нас сейчас 16 тысяч есть. Да, выплатить все, давайте, выплатим, отлично. 3 тысячи всего лишь осталось, но ничего-ничего, я думаю, мы с вами в скором времени вернем их обратно. Ну что, давайте поговорим тогда с бароном. Товарищ барон. Эмм. В смысле, что за вопросики у тебя? Ну, давай, говори со мной. У тебя же вот знак над головой. Не хочет пока. Но нам с вами нужно именно выслушать речь барона. Барон хочет попрощаться с Мартином, он хочет выступить с важной речью. Ну, так выступай. Слушайте, слушайте, прошу вашего внимания. Сегодня я пригласил вас всех сюда по двум причинам. От лица одного известного нам всем трактирщика, чьим гостеприимством мы пользуемся. Благодарю вас, барон. Благодарю всех, что пришли. Первая причина – трагическая смерть Мартина Бревита, героя верного соратника, короля Оу, нажившего в тенях ради исполнения последней воли короля. Выпьем за героя. За Мартина. Но что это была за последняя воля? Как, возможно, кто-то из вас уже знает, наш дорогой трактирщик не тот, кем кажется. На самом деле, он единственный выживший ребенок короля Оуна. Так и есть. Что? Кто бы мог подумать? Невероятно. Я и сам только недавно узнал. Мартин хорошо скрывал этот факт, поскольку его просили хранить тайну. За сына короля. Ха, я всегда знала, что у вас есть что-то особенное. За ваше здоровье. Благодарю. Хоть я и знала правду, я не ждала публичного объявления. Вы, как всегда, полны сюрпризов, ваше высочество. Я был бы очень скучным будущим королем, будь я предсказуем. Будущим королем, говорите? Очень интересно. Мне знаком этот взгляд. Давайте не будем забегать вперед. Я еще не король. Друзья, наш юный друг, единственный обладатель законного права на престол. Позвольте мне, как друг короля Оуна, первому присягнуть ему на верность. Первому из многих, несомненно. Йорвилл ждут поистине огромные перемены. Из ваших уст это звучит так легко, барон. Вы прирожденный король, милорд. Взгляните на эту таверну, на все, чего вы достигли. С моей поддержкой и вашими корнями вы легко убедите в своем праве на престол. Неужели? Да, сегодня же давайте отдыхать и вспоминать нашего дорогого друга, Йорвиллского героя Мартина Брэвита. Но завтра, завтра нас ждет Аррей. Тогда в Аррей. Так. Выходите в таверню, ухаживая с гостями, развлекая их. Кажется, что все хорошо проводит время. Кто-то рассказывает о Мартине в его славных деяниях. Кто-то вспоминает его любимые фразочки. И то, что во многих из них говорится либо о знаменитом Бавероге, либо о протыкании кого-то рыбой-мечом. За Мартина. Вы поднимаете кружки... Все поднимают кружки, вы задумываетесь, кем был Мартин для других людей. Для вас он был отцом, для других. Другом, солдатом, деловым партнером, возлюбленным. Вы начинаете продумывать в голове прекрасную речь о Мартине, о пережитом вами, о будущем Йорвилла. Вдруг, будто поняв, о чем вы думаете, вокруг вас собирается группа гостей, которые выжидающие на вас смотрят. Какого? Речи, речь, речь! Начинают кричать посетители пьяные и энергичные. Не похоже, что у вас есть выбор. Начать с чего-то дружеского и пламенного. Друзья, воскресающие вы, благодарю вас за... Всех за то, что вы здесь собрались. Надеюсь, всем всего хватает. Добавить что-нибудь одухотворенное. Хоть сам я и не из религиозных, я верю, что дух Мартина сейчас незримо с нами. Он смотрит на нас, радуется с нами и рассказывает самые неподобающие шутки из всех возможных. Продолжив, сказать что-нибудь решительное. Сейчас тяжелые времена, но я верю, что мы сможем преодолеть любые препятствия. Все мы воины, дипломаты или дельцы, с которыми нужно считаться. А все вместе мы обладаем силой урагана и мощью бушующего пламени. Завершить речь просьбой. Что бы ни говори, не готовила нам судьба, я не справлюсь без вашей помощи. Прошу, друзья, помогите мне стать лучшим королем. Ради памяти об ушедших, ради нас всех, ради будущего Йорвелла. Завершаете вы свою речь. Внезапно старик возле стойки начинает плакать, падает на колени и умоляет вас не притрагиваться к вину. Что происходит? Говорите быстро. Старик поясняет, что он один из старейших и самых преданных барону слуг. Однако, когда он услышал вашу прекрасную речь, что-то внутри него сломалось. Он признается, что барон заставил его отравить вино. А я так и знал, что это чертов барон, нифига он не за нас. Что, барон? Потрудитесь объяснить. Так. Так, 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 так. Вы пытались меня убить? Да, и я преуспел в убийствах вашей семьи, милорд. Ну вот, короче, главный злодей. Я вот прям с самого начала понял, что с ним что-то не так. Прям по нему видно. Как думаете, кто стоял за смертью короля Оуна? Этот пёс Тровин? Не глупите. Он с трудом видел дальше своих формуляров и налоговых ведомостей. Я заставил вас избавиться от него, потому что он был последним человеком, знавшим о моём участии в заговоре. Мне нужно было что-то более грандиозное. Грандиозное? Да, Йорвелл и в надёжных руках. Больше никаких глупых жирных королей, вроде вашего ленивого оса. Этот хряк с трудом понимался с собственной постели. Разве ему не подобалась смерть в его же покоях? Барон? Всё верно. Да как вы могли, за что? Я не собираюсь объясняться перед сопляком. Ваша семейка виновата в том, что королевство находится в таком печальном состоянии. Повсюду мутермарские псы, самбрийские профурсетки повсюду. Тьфу. Если бы вы только умерли, как и планировалось к утру, я бы уже заявил о своих правах на престол. Но теперь, нелюбезный барон, вы окружены людьми, близкими мне, близкими Мартину, близкими королю. Так, вот это, блин, внезапно, вот это вот событие, вот это вот прям вообще жесть какая-то происходит. Так, ну здесь мы с вами прощание с другом выполнили, хорошо. Замечательно. И что же будет теперь? Что же дальше? Что же? Всё тайное стало явным. Барон притворялся другом усопшего короля. И сторонником королевского отпрыска лишь для того, чтобы завоевать доверие людей. А затем он собирался убить законного наследника и объявить себя королем. Теперь же, окруженный врагами, он бежал из таверны. И клялся, что они еще встретятся. Капец. Вот это разрезочка. Так, нам пришел опять, я смотрю, один из наших, видимо, друзей. Даже, может быть, не один из наших друзей. Кто-то здесь уже спит в кроватке, понятно. Ну, правильно, как бы. Давайте я дальше всё-таки переставлю сюда. Вот это, конечно, да. Вот это, блин, интриги, расследования, скандалы и всё прочее. Оказалось бы, просто верно, да? Вот так вот оно бывает. Ну что ж, что нам с вами нужно сделать? Ой, тут наши друзья еще у нас находятся тоже в таверне, смотрю. Так, выбрать будущее для себя и королевство. Выбрать свой путь. Хм. Сдайте комнату одному из представителей или скажите им всем уходить, кого выберете. Похоже, в этот момент вам предстоит выбрать не только свое будущее, но и всего королевства. Учитывая, насколько эти две судьбы прилеплены. Одному только? А я же со всеми дружу. Можно всех-то взять? Блин, ну... Так, а у нас кто здесь есть-то? Не знаю, вот Калистера тут, в принципе, которая... Которая вроде как умненькая. Так, давайте посмотрим, что здесь... А, ну нет, ну графиня нафига нам нужна? Мы как бы изначально с ней немножко не поладили, мне кажется. Так, гонсы есть, пернатые есть. Ну, елки-палки. Всего лишь одну можно выбрать, да? Но наверняка можно всех послушать. Давайте начнем с Калистеры. Ваше Высочество. Полагаю, нам всем повезло, что Барон решился на такие отчаянные меры. Жаль, что я не увидел в нем этого ранее. Барон Эзария опытный и изворотливый интриган. Никто не ожидал его предательства. Блин, ну ты же должна была шарить за это. Может быть, она и шарила, как знать. У вас есть совет насчет того, что я должен делать? Да, это очень точный совет. Сделайте провидис своими союзницами и объявите о своих правах на престол. Только и всего, и чего же вы хотите взамен? Если на вашей стороне будут провидисы, вы будете в курсе всех придворных интриг. Мы последуем за вами и обучим всему, что знаем. Интересы Йорвала будут превыше всего. Провидисы хотят только одного привести. Да, к раскреснейшему будущему, мой друг. Звучит весьма разумно, должен признать. Ну да, вот мне тоже нравится, в принципе. Ну что, чтобы вы не выбрали, помните, что от вас зависит судьба всего королевства. Без сильных союзников, без Мартина. Какие у вас шансы выставить против Барона? Но вместе мы справимся, мой друг. Мне нужно подумать над вашим предложением. Поговорим позднее. Задайте мне комнату, и тогда мы займемся планом. Или же просто скажите мне уйти, я скоро с вами поговорю. Понято. Так, давайте с остальными тоже поговорим тогда. Мейлин? Этот червь, он небольшая. Этим чертовым аристократишкам нельзя доверять. Я сын короля, так что полагаю, я тоже аристократ. Полагаю, что так это объяснило бы, почему мы никогда особо не ладили. И все же ты здесь. Действительно, я хотел с тобой поговорить. Видишь ли, мы уже какое-то время знали правду о том происхождении. Меня сюда прислали с заданием. И с каким же? Я здесь для того, чтобы предложить союз вашего исторического. Видишь ли, гонцов всегда угнетали и преследовали. Даже хотя половина влиятельных людей делкарстом полагается на наши услуги. Мы хотим, чтобы это изменилось. Мы хотим, чтобы нас уважали и считали политической силой. Править захотели? Не править, а поддерживать правителей. И быть уважаемыми. Мы хотим получить в королевстве место, которое наше по праву. Мы можем друг друга недолюбливать рактирщик. Но все же можем работать в общих интересах. Что-то я не уверен насчет этого. Как бы ты ни поступил, будь благоразумен. Барон один, извините. Ну да, та-та-та-та-та-та. Но вообще-то влиятельных функций фракций и дворян хватает. С одной стороны, да. Но с другой, ни одна из них нам не счита. Мы знаем больше других. Мы сильнее других. И потом мы даже умеем летать. Подумай хорошенько. Трактирщик вместе. Мы можем одолеть барона. Мне нужно подумать. Хорошо, когда сделаешь правильный выбор и решишь с нами объединиться. Сдай мне комнату или скажи мне уходить. Лады. Лады. Так, следующий пернатый, смотрите-ка. О, Ренми уже наклюкался. Ренми, ты что, пьян? Нет, сам ты пьян. Понятно. Ренми, какого Боберога? Когда ты успел так нажраться? Я же вор. Крадусь, начни. Крадусь. Крадусь, краду. Ну да. И все же, какого черта? Я... Прости, дружище. Это все я замаждаю. Я так по нему скучаю. Он был мне лучшим другом, знаешь ли. Он всегда был таким добрым, сильным. И честно, мы... Лучше у него никого не было. Мне его не хватает. Поэтому я пью. Что не так? Что у тебя, старый ты пьяница? Я надеялся, что ты поможешь мне одолеть барона. Да-да-да, у меня есть план, дружище. Ты должен объединить силу с пернатовыми. Показать нашим предводителям, что ты считаешь нас союзниками. Потом надеем зад барон. Понял? Что значит показать пернатам, что я считаю вас союзниками? Это значит, ты заявляешь в своих правах на престол. Потом заявляешь, что пернаты выходят из тени. И становятся твоими верными соратниками. Потом... Думаю, тебе уже достаточно. Да, возможно, ну, что марси на этот этап. С помощью влиятельной организации тебе не отдалить бароны. Вот вопрос. Ты хочешь стать трактирщиком или же стать королем? Рано или поздно тебе придется решить скорее рано. И объединиться с нами. Понятно. Я об этом подумаю. Понятно. Да-да-да-да. Все ясно. Завершить разговор. Так, следующий у нас тут уже кто-то дрыхает. Кто-нибудь еще остался там? Кем надо поговорить? Кто-то наверху тусуется. Кто-то наверху тусуется. А графиня серьезно? Мой друг. Ну да, друг. Вы в порядке? Клянусь, я не могу поверить в произошедшее барон из Ария. Все ж это его рук дело небеса. Пожалуй, я вам верю. У вас найдется какой-нибудь совет, как справиться с бароном? Это будет нелегко. Барон один из самых богатых, влиятельных и уважаемых людей в Йорвеле. Чтобы одолеть его и занять полагающийся вам престол, вам понадобятся не менее сильные союзники. Полагаю, я могу объединиться с одной из фракций Делкриса. Не думаю, что у вас есть выбор, если только вы не решите остаться трактирщиком и отказаться от претензий. Но если вы хотите зайти на трон, вам понадобится... А можно трактирщиком остаться? Вам понадобится поддержка могущественных союзников. Этого можно достичь, если вы объединитесь с одной из фракций. Забудьте о том, чтобы выбрать нескольких... Никто из них не согласится делить власть другими. Есть предложение, к кому обратиться. Не особо у всех из них свои сильные стороны и методы. Выберите тех, кого вам подсказывает разум или сердце. Но сейчас вы решаете, как продолжится ваша история и как она завершится. Поэтому лучше вам не пожалеть о своем выборе. Знаете что? Думаю, я лучше останусь трактирщиком. Меня не привлекает рон. У меня уже есть все, что мне нужно. Хорошо, я все обдумаю и поговорю с их представителями. Так, ладно. То есть, как бы я и тоже все-таки могу кому-то сдать. Давайте послушаем Ганниса. Брат мой, брат мой. Я не могу поверить в то, что сейчас произошло. Ха, похоже, Орманд вечно решил уберечь вас от смерти от рук барона. Я уверен, это знак, предсказывающий, что ваше будущее стурит огромное богатство. Это он решил. Я-то думал, что я справился с угрозой благодаря своим собственным умениям и силе личности. Не будьте глупцом и гордецом, брат мой. Только Орманд вечно может дать вам избавление от смерти. И он позволил вам избежать трагической участи. Но вы человек неординарный, поэтому я подумал кое о чем. Да. Барон более чем достойный противник. Слишком сильный для одинокого простого трактирщика. Неважно, какими талантами или происхождением вы обладаете. Но если бы вы объединились со золотыми костями, в нашем распоряжении, в вашем распоряжении было бесчисленные богатства и экономические выгоды. И чего вы хотите за это? Ха, вы с таким подозрением это спрашиваете. Златые кости предпринимателям. Нас интересует предпринимательство. Официальная поддержка короля Йорвала была бы для нас крайне выгодна. В свою очередь мы окажем поддержку короням. Деловое партнерство. Достойное и нового короля, и нашего бога. Но, видимо, много золота. Не знаю, предложат они мне. Мне надо об этом подумать. Вашего опекуна Мартина, к сожалению, больше нет. Ваш советник барон предал вас. Люди надежны, если вы понимаете, о чем я не надежна. Объединяйтесь с нами, брат мой. И Ормуд вечный будет веками озарять ваше правление. Если вы желаете процветания ваше королевство, то это верный выбор. Я все же должен проразмыслить. Просто, да, комната понятна, хорошо. Кто-то, ну, кто здесь спит? Кто-то там спит, я не понимаю. Рысари, что ли, серьезно? Ну, с рыцарями точно я не буду объединяться. Кажется, вы злитесь, Альстера. Это тублюдок, убийца короля. Клянусь своим мечом, буду... Будь в моей руке меч. Я бы зарубил его в тот момент, когда он побежал к двери. Можно было бы погнаться за ним. Ха, можно было бы. Это был бы отважный, но глупый и определенно самоубийственный поступок. Столь могущественного дворянина наверняка ждала свита. Нас двоих убили бы на месте. Погонись за ним. Это была бы прекрасная и славная, но совершенно бесполезная смерть. Мудрые слова, мой друг. Я не привык к тому, что вы столь рассудительны. Если вы просите мне такое замечание. Трактирщик, ваше высочество, укажите мне на лагерь разбойников. Я помчусь туда с мечом в руке. Укажите мне на ужасное чудовище. Я заборю его и порву на части голыми руками. Но я не дурак, мой друг. В конце концов, я представляю могучую организацию. А на такой ответственный пост, кого попало, не назначают. Разумеется, разумеется. Я не хотел вас оскорбить, друг мой. Кстати говоря, от лица моего ордена я хотел бы обсудить с вами очень важный вопрос. Говорят, говоря кратко, ваше высочество выступим против барона. Но организованно. И вместе предлагаете вступить в ваш отряд? Нет, я думаю, что вы должны заявить о своих законных правах на престол. А странствующие рыцари поддержат вас в этом замечательном начинании. В этом и во всех будущих. Мы и вы, ваше высочество. И новая эпоха чести и правосудия. Я снастички не замачиваю предложение. Барон могуще не человек, а у других фракций придворных есть свои цели. Странствующие рыцари же стремятся только к чести и правосудию. Подумайте об этом, ваше высочество. Голова барона и армия преданных рыцарей. Вот что мы предлагаем. Я вас понял. Мне нужно подумать над этим. Да-да. Хорошо, поговорим позже. Но вроде со всеми поговорили. Теперь нужно кого-то выбрать и построить комнату. Я так понимаю, да? Для кого она подойдет? Но я все-таки, наверное, к провидицам слоняюсь. Изначально вроде бы хотел с ними объединиться. В общем-то, мне кажется, довольно неплохой вариант, когда у тебя есть люди, которые знают все обо всем. В общем-то, информация, я считаю, залог успеха короля. Поэтому, наверное, все-таки провидицы. Ну что ж, калистере нужна комната. У нас, я так понимаю, самая обычная, да? Чтобы в дворянском стиле она была сделана. Но вот раз отсюда у нас кровать не хочет пока уезжать, здесь ей комнату издадим для задания, собственно, дальнейшего. А еще, конечно, очень бесит здесь строительство. То, что нам с вами здесь расширять зал, он просто так не расширится. То есть, если я, допустим, хочу здесь сделать, да? Допустим, главный зал, я убираю его, и вот он дальше как бы не будет. Даже дверь убирать неважно. Он дальше продлеваться не хочет ни в какую. Нам нужно, блин, убрать здесь. А чтобы убрать, нам нужно убирать второй этаж весь. Вот этот вот, который у нас с вами построен. Короче, полная жесть. Поэтому пока, ладно, фиг с ним. Пока, пускай так будет. Нам сейчас надо по квестику пройти дальше. Мне прям интересно узнать, что же все-таки будет. Дворянский стиль. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, что любят дворяне. Нужна кровать и что-то еще. Вот, ну, горшочек, естественно, допустим. Надеюсь, маленькой комнаты хватит. Ну, попробуем сделать. Так, сейчас мы с вами еще чем-то найдем. Вот, такой ящичек можно поставить, в принципе, сюда. Почему нет? И какие-нибудь украшательства тоже. Да, давайте посмотрим, что есть. Ага, вот такая вот вещь есть. Так, можно сюда повесить, например, ее. Посмотрим на комнатку. Нет, пока еще не хватает. Вот, теперь то, что нужно. Ну, что же, здесь не барон. Здесь у нас провидится будет. Вот так вот. Ну, давайте попробуем сдать ей комнату тогда. Что ж там? Так, в смысле, есть же, есть же, есть же. Подожди. Вот, комнатушка для тебя. Все, сдали ей комнату. Ну, что скажешь? Ага. Есть контакт. Кажется, что что-то происходит. Так. Объединиться с провидицами, да? О-о-о-о. Разместить провидиц. Пять. Налазить торговый... А-а-а. Вот оно что. И теперь нам с вами нужно это сделать будет. Теперь нам нужно будет все эти задания выполнить, чтобы мы, наконец-таки, с ними объединились. Ясненько. Собрать побольше слухов. Три сотни слухов нужно собрать все вместе. Офигеть. Выполнить хотя бы некоторые... А-а-а. Хотя бы некоторые требования провидиц. Вам не обязательно выполнять все требования, но... Хуже от этого точно не будет. Понял. Понял, понял, понял. Ну что ж, тогда этим мы с вами и займемся в следующий раз. На сегодня мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Всем до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok